Духовный самосовершенствование Что его нынешнее местопребывание, то есть материальный мир, не способен охватить его духовность Человек осознает собственное величие над бренным миром, свою вечность и нужду в Абсолюте Человек видит цель, к которой он стремится по своей природе, то есть Бога И Аллах разъясняет нам это, указывая на то, что ничто не стоит нашего внимания, кроме Него самого Он увещевает нас о грядущем судном дне Этот день увидит каждый, будь то верующий или нет В шестом аяте Суры Иншикак Коран гласит О человек, ты стремишься к своему Господу через все невзгоды и встретишься с Ним То есть каждый человек без исключения стремится к Богу И при этом стремление это проходит через трудности, через трудности мирской жизни И что самое важное, человек встретит Господа своего Коран не гласит, что только избранные удостоятся этой чести Наоборот, встреча с Богом предначертано каждому, независимо от его веры и поступков Но встреча эта пройдет для людей не одинаково Для кого-то эта встреча обернется осознанием своих заблуждений Для кого-то радостью об окончании мирских трудностей Для кого-то облегчением избежания от наказаний Для кого-то неимоверным счастьем созерцания Бога Каждый получит от этой встречи столько, сколько способен познать и вместить Поэтому этот мир является местом, где мы формируем свои способности познания И свою духовную вместимость Раз всех нас ожидает встреча с Богом, с великим Богом Значит, мы должны возвеличиться Чтобы наша душа была способна адекватно отреагировать на эту встречу Мы пришли в материальный мир для этого Чем величавее душа, тем насыщенной и встреча с Творцом Возвеличивание души не является чем-то обычным Это такой дар, которым Бог наделяет своих пророков В Суре Шарх Аллах гласит своему посланнику Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою? То есть, разве мы не увеличили твою душу? Разве мы не увеличили ее вместимость? Это такой дар, который Бог напоминает своему пророку Тем самым подчеркивает его ценность И как было сказано раньше, единственным путем возвеличивания души Является проход через мирские трудности Это касается всех людей без исключения Также мы ранее говорили о том, что трудности бывают двух типов Само собой разумеющиеся жизненные невзгоды и трудности А также трудности поклонения Богу В первом случае человек не имеет выбора Хочет того или нет, проблемы настигнут его врасплох Во втором случае у человека есть выбор Идти к Богу через осознанные сложности Через приказы и запреты Через тяжести божественного закона Выбрав второй путь, человек учится преодолевать естественные трудности Постепенно трудности перестают быть таковыми И превращаются в наслаждение Но до этого быть правильным человеком дается сложно Ввиду того, что человеку требуется бороться с самим собой С собственными страстями Это следующий за самопознанием этап Этап борьбы с собой Однажды у имама Садыка спросили В чем заключается счастье? Он ответил В борьбе со страстями Тогда спросили его, как долго длится эта борьба? Имам ответил До тех пор, пока не вступите в рай То есть, побеждая самого себя Человек приобретает счастье Ибо он разрушает все преграды перед своей душой Тем самым освобождает ее Трудно говорить себе нет Трудно идти наперекор своим желаниям Это труднее, чем переживать какие-то сложные события Ставя своим страстям преграды Человек разрушает духовные ограничения Душа как бы заключена в клетке страстей Поэтому, если хочешь освободить душу Надо разрушить эту клетку Для этого надо уметь говорить себе нет Идти против своих страстей В этом случае душа получает возможность возвеличиться Устремиться к вечности И подготовиться к встрече с Богом Борьба с собой подразумевает не только борьбу с грехами Порой наши добрые намерения Могут служить нашим страстям Порой мы совершаем добрые поступки Не потому, что в этом есть довольство Бога А потому, что так хочется нам Например, молодой человек Должен учиться работать Заботиться о близких Вместо этого он целый день проводит в мечети Совершая богослужения Да, он внешне совершает хороший поступок Но причиной его богослужений Является его собственное желание Он не может состояться в жизни И вуалирует свою безответственность Религиозными поступками Есть люди, которые маскируют Хорошими поступками свои недостатки Трус вместо того, чтобы исправить себя Говорит о том, что мир и дружба Это богоугодные дела Да, это так Но что заставляет тебя говорить эти слова Важнее того, что ты говоришь Агрессивный человек говорит о том, что надо требовать свои права Ибо это богоугодное дело Да, это так Но что побуждает тебя к таким поступкам Поэтому вера состоит из борьбы со своими желаниями А не просто ухода от грехов Вера должна исправить тебя А не покрывать твои недостатки Ведь желающий угодить Богу и возвеличиться Должен жить по его заповедям А не по собственным желаниям Поэтому имам Али говорит Основа веры в противостоянии страстям В другом хадисе имам Али говорит Мирилом веры служит противостояние страстям В оригинале обоих хадисов В смысле страстей используется слово хава Но буквально хава переводится как приземление, понижение То есть все, что принижает тебя Будь то добрый или плохой поступок Должно быть поборота Самый известный нам персонаж Корана Который совершал богоугодные поступки Из-за своих страстей Сатана Он был праведником Учил ангелов Но когда появился Адам И надо было преклониться перед ним Его высокомерие не позволило сделать это Сатана сказал Аллаху Прикажи мне все, что хочешь Но только не требуй от меня преклонения человеку Но Бог говорит ему Что пока не поборешь свое высокомерие Все твои богослужения и добрые дела бессмысленны До сих пор ты молился мне Лишь потому, что тебе это нравилось А сейчас же покорись моей воле Против своего желания Есть и среди людей такие же, как сатана Которым хочется, чтобы все было так, как хочется им Они совершают те богослужения, которые им по душе А вот там, где надо побороть себя Их нет Им нравится ходить в те мечети Где проповедник читает проповедь На их излюбленные темы А вот если проповедь Не импонирует их предубеждением Они туда не ходят Если надо Если надо помочь человеку Который им симпатичен А не тут, как тут А если в беду попал незнакомец То им безразлично чужое горе И вот получается, что вроде бы Вроде бы творят добрые дела Но в то же время Эти дела не совсем добрые То есть они добрые до той меры До которой им это нравится Поэтому важно, чтобы человек давал себе отчет В том, какой ценой ему даются добрые дела Ценой борьбы с собой Или же потаканием себе В хадисах говорится, что лучшим наследством отцов своим детям Является воспитание Ведь по сути своей Воспитание и есть умение бороться с собой Поэтому исламская модель воспитания детей Которую мы черпаем из хадисов Представляет жизнь ребенка в трех стадиях Первые семь лет жизни Ребенок царь Следующие семь лет Он раб И последнее семилетие Он советник Человек должен в детстве Пережить этап вседозволенности До семи лет Он не должен слышать слово нельзя Его не надо заставлять учиться чему-то Принуждать чему-то Следующие семь лет Он превращается в раба Это годы его обучения жизни Когда он приобретает Не только навыки и знания Но и этику Эти годы жизни ребенок Учится самому главному Идти наперекор своим желаниям Он хочет играться Но должен учиться Он должен знать Что какие-то поступки нельзя совершать А такие-то можно Нельзя идти на поводу своих желаний И после семи лет борьбы со своими желаниями Он превращается в советника В эти годы Родители должны советоваться с ним Проявлять уважение к его мнению И считаться с ним Как с равным И на протяжении всех этих семилетий Родитель Сам должен быть Примером для ребенка Не просто воспитывать его Но и самому Проявлять свою воспитанность Самым главным источником воспитания Должно быть поведение родителей А не их слова И это лучше Чем все время Пропагандировать детям религию С раннего детства Заставлять их Зубрить религиозные тексты Учить их Житью святых Заставлять их Молиться И все время Принижать их достоинства Не надо делать из ребенка Маленького гения А надо Обучать его Правилам жизни Чтобы во взрослой жизни Он самостоятельно Смог найти себя И свое место Одним словом Не научившись Ограничивать свои желания Человек не способен Превратиться из биологического Существа В духовное Из инфантильного Во взрослого Который может Нести ответственность За свои поступки И главной ошибкой Современного общества Является утверждение того Что свобода Это умение делать все Что взбредет в голову Если ты Идешь на поводу своих желаний То ты не свободен Ты раб Именно такое отношение К человеку И его свободе Превращает его В агрессивного Безответственного эгоиста Коран Говорит нам о таком человеке Видел ли ты Того Кто обожествил Свою прихоть Разве ты Являешься его Попечителем И хранителем Или ты Полагаешь Что большинство Их способны Слышать Или разуметь Они Всего лишь Подобие Четвероногих Но они Еще дальше От праведного пути И обожествление Своих похотей Является Не просто Личной трагедией Коран говорит Что такие люди Не внемлют Правде Они существуют Лишь Биологически Как четвероногие Лишая себя Духовного развития Именно Обществом Состоящим Из таких людей Легче всего Манипулировать Человек Идущий На поводу Своих прихотей Не то Чтобы становиться Рабом Становится Рабом Своих желаний Он Порабощается Другим Человеком Впадает В зависимость От каждого Кто как-то Удовлетворит Его желания В истории Ислама Имеются Примеры Этого Когда было решено Изгнать Мусульман Из Испании Которые Создали там Великую культуру Европейкам Было приказано Ходить В открытых Одеяниях И совращать Молодежь В скором Времени Мусульмане Андалусии Потеряли Способность Как творить Так и Обороняться Их Интересовало Только Развлечение С юными Девушками И вино Они потеряли Как духовное Так и Военное Преимущество И с легкостью Были изгнаны Из Испании В современном мире Все порабощаются Этими методами Не только Мусульмане Людям Дают хлеба И зрелищ А взамен Отбирают Духовность Человечность Отсюда И начинаются Все беды Современного Общества И в конце Хотелось бы Упомянуть Хадис От пророка Мухаммеда Однажды Некто По имени Муджаши Пришел К пророку И спросил О посланник Аллаха Где же Проходит Путь К познанию Истинного Бога В познании Самого себя Ответил Пророк В чем же Заключается Соответствие Истинному Богу В противлении Своим Страстям Продолжил Отвечать Пророк В чем же Заключается Довольство Истинного Бога В недовольстве Страстей В чем же Заключается Встреча С истинным Богом В разлуке Со страстями В чем же Заключается Покорение Истинному Богу В восстании Против Страстей В чем же Заключается Поминание Истинного Бога В забвении Страстей В чем же Заключается Наслаждение Общения С истинным Богом В страхе Общения Со своими Страстями Из этого Хадиса Мы понимаем Что единственный Путь Достижения Счастья Это Борьба Со своими Страстями В следующей Передаче Мы продолжим Разговоры На теме Тоския Самоочищение А сейчас Я прощаюсь С вами До встречи Вассаляму Алейкум Варахматуллах Ва баракат Субтитры создавал DimaTorzok